Православные верующие отметили главный христианский праздник Пасху. Празднование продлится 40 дней до Вознесения, которое в этом году, 13 июня. С каждым годом количество участников растет. Конкурс чтецов, приуроченный 75-летию народного поэта Керима Мфце, прошел в Черкесске. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск «Вести Карачева-Черкесия». Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совместное заседание Антитеррористической комиссии Республики и Координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. В совещании приняли участие руководители региональных ФСБ, МЧС, правоохранительных надзорных органов. Минутой молчания почтили память полицейских погибших в результате вооруженных нападений в Карачаевске и поселке Марай-Агэ. Глава Республики заслушал информацию от коллег о принимаемых мерах, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности граждан в праздничные дни, в том числе в преддверии нашего главного праздника – Дня Победы и иных массовых общественно значимых мероприятий. Любые попытки проявления экстремизма или действий, направленных на дестабилизацию обстановки и создающих угрозу безопасности граждан, должны решительно пресекаться. Кроме того, принципиально важную роль играет бдительность и твердая гражданская позиция жителей республики, заинтересованных в стабильности и общественном согласии. По итогам совещания принят ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности граждан. Клава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов дал старт строительству башни Алан-Кала в высокогорном ауле Хурзу Карачаевского района. Это значимое культурное историческое событие в жизни не только жителей нашей многонациональной Карачева-Черкесии. Оно имеет большое объединительное значение для всех народов Северного Кавказа и нашей Великой России, отметил Рашид Тимрезов. Вместе с сенатором Ахматом Салпагаровым, депутатом Госдумы Султаном Узденовым, депутатом Госдумы 6-го созыва Алиханом Харсиевым, известным бизнесменом и меценатом, членом Союза писателей России Михаилом Гуцериевым, нашим земляком, управляющим партнером АФК «Система Алиузеновым» совершили обряд по усопшим предкам, а также заложили капсулу памяти в основании будущей башни, в тексте которой предназначен для будущих поколений жителей Карачева-Черкесии гостям, которые будут любоваться новой туристической и культурной достопримечательностью. Отмечено, как важно сохранить преемственность поколений, память о героических предках и их стремлении жить и создать на родной земле и в своем отечестве. Злоумышленники удаленно блокируют телефон, чтобы вымогать денежные средства владельцев смартфонов. Полицейские проводят проверку, направленную на установление причастных к совершению мошеннических действий. МВД по Карачева-Черкесии обращается к гражданам не переходить по осомнительным ссылкам, с помощью которых якобы можно увеличить память на вашем мобильном. Если ваш телефон заблокировали и вас склоняют к проведению операции с принадлежащими вам денежными средствами, необходимо сообщить о попытке мошенничества в полицию. Преступники, как правило, торопят своих жертв и оказывают психологическое давление. Не поддавайтесь на уловки. Следственным управлением постоянное внимание уделяется популяризации профессии следователя и отбору квалифицированных кадров для дальнейшей службы в следственных органах. Офицер регионального следственного комитета совместно с ветераном следствия провели для студентов республиканского вуза практическое занятие. Следователи и криминалисты совместно с членами ветеранской организации на постоянной основе ведут профориентационную работу с целью воспитания будущих кадров еще со студенческой скамьи. В ходе мероприятия на территории института была инститирована обстановка места происшествия. На основе обнаруженных следов и объектов учащимися были выдвинуты несколько версий случившегося. Для каждой определен комплекс следственных действий по их проверке. Практическое занятие вызвало неподдельный интерес у студентов, так как позволило в игровой форме применить на практике теоретические знания, получить опыт проведения следственных действий и расследования уголовных дел. В завершении встречи учащийся и педагогический состав института поблагодарили гостей за проведение познавательного мероприятия. Шкатулка желаний ПДД. Сотрудники госавтоинспекции Прикуманского района организовали профилактическую акцию безопасного движения. Участниками рейда стали школьники поселка Кавказский и автомобилисты. Вместе с ними была и наш корреспондент Дарья Тендит. С самого раннего утра школьники, воспитанники Дома творчества и детского сада поселка Кавказский совместно с сотрудниками госавтоинспекции Прикуманского района собрались на главной аллее поселка. Инспектор объяснила юным участникам правила и раздала листовки с напоминаниями для водителей. Мы решили принять участие в этой акции, чтобы люди приходили домой живыми и здоровыми, чтобы водители уважали друг друга и было меньше аварий на дорогах. Я решила поучаствовать в акции «Шкатулка желаний ПДД», чтобы водители были аккуратны на дороге, не было аварий, чтобы все были аккуратны. Эта акция полезна не только для пешеходов, но и для водителей. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов, а школьники под строгим контролем инспектора проводили акцию «Шкатулка желаний ПДД». Подготовили для водителей, называется «Шкатулка желаний правил дорожного движения». Вот они хотят, чтобы вы вытаскивали определенный брелочек и пообещали исполнить их желание. Водитель вытаскивал из коробки брелок с напоминанием. Переходить дорогу по пешеходному переходу. Водители, получившие брелоки, смогут задуматься о своем поведении за рулем и будут более внимательными к соблюдению правил. Сотрудники надеются на то, что подобные акции смогут повлиять на автомобилистов и сделать дороги безопаснее для всех участников. Мероприятие направлено на профилактику детского дорожного транспортного травматизма в связи с тем, что случаи участились с участием пешеходов, несовершеннолетних, которые управляют транспортными средствами. Таким способом мы хотели бы и водителей, и участников дорожного движения задействовать в нашем таком мероприятии. Брелоки будут не только стильным аксессуаром, но и символом ответственного вождения. Сомневайтесь правила дорожного движения! Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Православные верующие отметили главный христианский праздник – Пасху. Во всех храмах республики прошли пасхальные богослужения, крестные ходы и божественные литургии. После ночной службы, которая длится около двух часов, по традиции прошло освящение пасхальных куличей. Священнослужители поздравляют с праздником верующих. Светлое Христово Воскресенье – самый почитаемый христианский праздник, который символизирует возрождение жизни и является символом любви и веры. Празднование продолжится 40 дней вплоть до Вознесения, которое в этом году отмечается 13 июня. В эти дни верующие стараются всей семьей побывать в храме, где сохраняется торжественное убранство. На девятый день после Пасхи православные верующие отмечают Радоницу – особый день молитвенного поминовения усопших. Это самый главный праздник. Апостол Павел пишет, что если Христос не воскрес, то вся наша вера тщетна. Он пришел в этот мир, чтобы пострадать, чтобы пролить кровь, взять грехи всего человечества на себя. Бог стал человеком, но люди его распяли. Но несправедливо было бы Евангелие, если бы история закончилась бы этим. Всегда добро побеждает зло. И Христос своим воскресением, его душа сходит в ад, он выводит оттуда праведников, и двери рая для каждого человека открывает, омывая своей кровью грехи всего человечества. Он воскресает из мертвых. Поэтому это праздник победы Христа над дьяволом, добра над злом. И я хочу пожелать, чтобы каждый человек почувствовал эту победу в своей собственной жизни. Победу над грехом, победу над собственной неправдой. И возрадовался той радостью, которой радовались и жены мироносицы, и апостолы. Ведь увидев Христа, они сразу почувствовали, насколько близка эта истина их сердцу и их душе. Чтобы эта радость не выражалась только лишь в куличах и в крашеных яйцах, а действительно в ликовании души, в ликовании сердца. Поэтому дай Бог каждому из нас испытать эту радость. На языке родном я нашу родину воспел. Народному поэту Карачева Черкесии Керему Леонидовичу Махце 5 мая исполнилось бы 75 лет. Ежегодно к этой дате проводят конкурс чтецов. С каждым разом количество его участников увеличивается. В этом году на муниципальном этапе конкурса участвовало более 60 человек. Альбина Ламкова продолжит. Он действительно первый всенародно любимый поэт. А начинал он писать, уважаемые участники, уважаемые школьники, в вашем возрасте. Будучи в пятом классе, его, по автобиографическим данным, его дядя привел его к очень авторитетному, титулованному абазинскому поэту Чикатуеву Микаэлю. И тот его похвалил и сподвиг на дальнейшую деятельность. Тогда Микаэль Чикатуев сказал, абазинам, наверное, не придется вырастить такого поэта, как Керим Мхце. Это действительно так. Он прожил недолгую жизнь, но оставил после себя поэзию потрясающей силы и высоты. Отметила Хаджата Гирбова в своем выступлении. О поэзии Керима Мхце говорят по сей день от мала до велика. Он вызывает восхищение не только у профессиональных литераторов, но и у людей, не имеющих отношение к этой сфере. Родился Керим Леонидович в 1949 году в Ауле Новокувинск Адыихабльского района. С самых ранних лет испытывал увлечение словом. Считается новатором абазинской поэзии. Впервые на конкурс чецов поэта Абазашты пригласили его сына Артура Мхце. Он, как и отец, поглощен поэзией. В его творческом багаже множество стихотворений, различной тематики и содержания. Мне теперь назад дороги нет. Прожитые горести тоже не прошу сочувствия в ответ. Дав понять, что жизнь чего-то стоит, что ошибки – это и есть судьба. Творческое состязание почитателей таланта поэта состоялся в 8-й школе Черкесска. В нем участвовали дети из всех школ города, обучающиеся двух возрастных категорий – 5-й и 7-й классы и 9-й и 11-й. Я читаю стих Керима Мхце об Азине. Это очень замечательный поэт, который мне очень нравится. Я люблю читать его стихи. Из года в год стихи Керима Мхце вдохновляют детей и вызывают желание к участию в конкурсе. Школьники декларируют на двух языках – абазинском и русском. Оценивали авторский подход к исполнению стихотворения Керима Мхце профессиональной жюри. А почему же нужны такие мероприятия? На этот вопрос дал ответ заведующий кафедры Кабардино-Черкесского и абазинского языков и литературы Карачаева-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования Белял Хасароков. Во-первых, это популяризация абазинской литературы. Литература является частью культуры. Во-вторых, это способствует сохранению родного языка. В-третьих, в данном конкретном случае речь идет о конкурсе стихов Керима Мхце, который является одним из лучших литераторов, одним из лучших поэтов в абазинской литературе. Альбина Ламкова, Артур Мхцерин, Атмука, Вести Карачаева-Черкесия. 79-летие победы в Великой Отечественной войне. Центр Карачаево-Балкарской культуры и языка в читальном зале Кочегу провел мероприятие. Студенты и школьники исполнили танцы, выступили с презентациями о земляках, героях СССР и России, прочитали трогательные стихи о войне. Участвовали представители администрации Карачаевска, общественных организаций, воинов-интернационалистов, педагогов и учащихся. Мероприятие открыла директор библиотеки Фатима Каракетова, отметив, что нужно воспитывать в подрастающем поколении уважительное отношение к истории страны, чувство гордости за героизм и мужество, проявленные нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Почетной гостью мероприятия стала и корреспондент газеты Карачаев, автор трех патриотических книг, главный редактор газеты «Афганец-0». Фатима Бачаева со словами признательности выступили и вручили медали и благодарственные письма Фатиме Кемаловне за проводимую ею большую поисковую работу, публикации в органах печати материалов о карачаевцах и балкарцах, участниках Великой Отечественной войны, вклад в развитие карачаево-балкарской культуры. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью доктора филологических наук Фатимы Эркеновой. С ней беседует.